Минск и Нью-Дейли уже достигли определенных договоренностей и подписали пакет документов. Речь о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, сельском хозяйстве, научно-техническом и образовательном. Таков итог встречи президента Беларуси с премьер-министром Индии на арендой МОДИ. Она продолжила большой переговорный день. До этого детали будущего сотрудничества глава белорусского государства обсудил с вице-президентом южноазиатской страны Александром Лукашенко и Винкая Найду. Сошлись во мнении потенциал взаимодействия у стран без преувеличения огромен. Но важно и то, что у деловых партнеров установились хорошие дружественные отношения, как на межгосударственном уровне, так и между народами двух стран. Несмотря на то, что мы не такая гигантская страна, как Индия, сможем внести свой достойный вклад в развитие тех программ, которые у вас намечены сегодня к реализации. И действительно настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов, а не просто направлений развития экономики. Направление мы определили, философию наших отношений мы определили. Теперь надо переходить на конкретику. А конкретика в конкретных контрактах, в инвестициях. Индия очень признательна Беларуси за поддержку на различных международных площадках. Думаю, сейчас есть и хорошие возможности для расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в здравоохранении, туризме. В Индии очень рады вашему визиту, и я уверен, что переговоры на различных уровнях позволят придать нужную динамику отношениям для их выхода на качественно новый уровень. О перспективах развития двусторонних отношений шла речь и на встрече с главой внешнеполитического ведомства Индии Сушмой Сварадж. Также Александр Лукашенко посетил одно из самых почитаемых индусами мест, мемориал Радж-Кхад, где был кремирован Махат Маганди. Президент возложил венок к монументу этого политического и общественного деятеля, которого здесь называют отцом нации. В насыщенной программе визита Александра Лукашенко в Индию сегодня также переговоры с президентом этой страны.